Тогда с общего позволения я начну. Тема выступления написана на экране. Проблема и загадки физики Солнца. Солнце один из важных объектов. Вече о том, что это источник тепла и света, источник жизни и прочее, концентрируясь именно на астрономических вопросах, особенность Солнца, конечно, в том, что этот объект наблюдается в огромных деталях, недоступных никаким другим астрономическим объектам на небе. Это создаёт как плюсы, так и минусы. Минусы очевидны в том, что в некотором смысле это ограничивает фантазию. Есть области знаний, где много белых пятен от наблюдений, которые можно дополнять своим воображением, своими теориями. Солнце наблюдается в огромных деталях, в огромных диапазонах. Конечно, любая теория сразу там видно, прикладывается или не прикладывается к нему. Чтобы понять объём данных, поступающих от Солнца, я скажу, что прямо сейчас, когда мы с вами общаемся, летают в космосе шесть абсиваторий специализированных разных стран, которые наблюдают Солнце в непрерывном режиме, в разных диапазонах. Ну и, конечно, есть плюсы. Плюсы в том, что, конечно, Солнце видит огромный объём информации, и в некотором смысле эта среда не то, что малоконкурентная, но, в общем-то, человек с интересом к этой проблематике всегда сможет найти в ней свою нишу, которая слабо исследована. Есть где Россия, где развиваться, есть что исследовать. Начну я с самых общих вопросов. Просто представить, что это такое. Солнце – это звезда спектрального класса Ж2. Вот этот факт, что Солнце – звезда, он на самом деле довольно долгое время был неочевиден. Даже я изучал немножко историю астрономии, философии, как и все вы в своё время. И, в общем-то, даже там древние греки, имеющие довольно развитую систему философских мировоззрений, додумавшиеся до атомов и так далее, вот такого факта, что каждая звезда на небе точкой – это далёкое Солнце, они его не сформулировали. Даже в европейской истории, в довольно современных моделях, скажем, модели Коперника, когда уже Солнце поместилось в центр Земли, в центр нашей системы, а Земля вокруг неё вращалась, всё равно была сфера неподвижных звёзд. И, по-видимому, первый человек, который сформулировал такой тезис, это был Джордана Бруза, который не был астрономом, а был просто богословом, верующим человеком и полагал, что всемогущий Бог, как он его понимал, он не мог ограничиться одним миром, а должен был создать бесконечное число миров. И вот в поисках ответа на вопрос, где же это бесконечное число миров, он, пожалуй, первый сформулировал, что каждая звезда на небе – это далёкое-далёкое Солнце, центр какого-то далёкого мира, понятия, которые сейчас вошли в нашу жизнь – железобетонное. Ну, вот некоторые характеристики при льдиной Солнце, я не буду их там сейчас перечислять, тем более, я не дали их немножко прокомментирую, но это возраст, могу сказать, Солнце имеет возраст порядка 5 миллиардов лет, то есть это примерно половина его жизненного пути. Проживёт, например, настолько же, сколько уже прожило. Так, секундочку. Ну вот, некоторая общая информация, опять же, продолжая общие вещи, Солнце, расстояние до Солнца 150 миллионов километров, при этом Земля вращается по эллипсу, которая имеет маленький эксцентриситет 1,6, но, тем не менее, это всё-таки сказывается на расстоянии, которые проходят через перигелий в январе и через самую дальнюю точку, афелий в июле. Вот такие небольшие изменения, тем не менее, сказываются на температуре. Вот можно показать довольно простыми расчётами, что температура вот в перигеле и афелии, она отличается примерно средней по Земле на плюс-минус 2 градуса. По этой причине, так как для северного полушария январь, это зима, то зимой как бы зима может и сглаживаться, становится чуть теплее у нас, а лето наброет чуть холоднее, а в южном полушарии наоборот, зима становится более суровой, а лето более жарким. Поэтому, в частности, тот факт, что климат в южном полушарии более суровый, более резко выраженный, амплитудный, он объясняется вот этим, как ни странно, небольшим эксцентрисиотом всё-таки, который присутствует. По наблюдению деталей на Солнце, о которых я ещё буду говорить, можно делать вывод, что Солнце вращается, оборот его, примерно календарный месяц, 27 дней. То есть, каждое пятно, которое проходит по Солнцу, оно в нашем поле зрения находится примерно две недели. При этом появляются пятна с левой части солнечного диска, то есть слева, а заходят справа. Поэтому левая часть называется восток, а правая – запад. Это противоположно тому, что на Земле. Потому что на Земле мы меряем восток и запад по восходу Солнца, а на Солнце мы меряем по восходу солнечных пятен. Это поначалу иногда путает, когда начинаешь он все изучать, что восток и запад кажутся перепутанными на нём местами. Вот это объясняется таким способом. Вращение Солнца не вполне тривиальное, оно дифференциальное, то есть эквотариальный область вращается быстрее, а полярные заметно медленнее. Понятно, что такой шаблон не может существовать сам собой бесконечно, поскольку слои трусов друг от друга и должны терять энергию. Понятно, он должен чем-то поддерживаться. Поддерживается он конвективным, конвекцией Солнца. Солнце внешние слои кипят, довольно глубокие зоны перед Солнцем, которые влияют на многие процессы. Одно из них, в частности, поддерживает шаблон дифференциального вращения. Тем не менее, это общее соображение, а какой-то встроенной теории дифференциального вращения Солнца пока не существует. Какой-то модели, которая выводила бы такой шаблон из первичных данных, размер, масса, глубина конвективной зоны, период вращения, такой теории нет. В качестве среднего вращения Солнце принимается обычно 27 дней. Это широта, это период вращения на широте, где расположено большинство активно-солнечных областей, о чём я опять же ещё буду говорить. Поэтому всякие активные процессы на Земле, они имеют, если разложить плят-фурье, там компонента, который выделится, эта компонента будет 27 дней, поскольку она соответствует широтам нахождения центров солнечной активности. Повторюсь, в целом Солнце вращается существенно более сложно. Имеется у него некий наклон оси, примерно 7 градусов. Конечно, это не наклон оси Солнца, это наклон оси плоскости эклиптики. Но для нас, как бы, кашу Солнца наклонено на 7 градусов. По этой причине мы немножко заглядываем на полюса Солнца периодически. В частности, в сентябре мы видим Северный полюс, а в марте, то есть сейчас мы видим максимально благоприятные проекции Южный полюс. Но, конечно, тем не менее, что-то серьёзное разлить на нём при таких проекциях практически не удаётся. Поэтому периодически рассматриваются проекты, выпуска каких-то обсерваторий из плоскости эклиптики. Ну, это выходит за пределы данной тематики. Солнце – доминирующий объект нашей системы. Если поместить варианты планетами, то видно, конечно, существенное превосходство массы. Оно содержит в себе более 99% всей массы Солнечной системы. Но, тем не менее, в масштабе звёзд, конечно, эта звезда-карлик, как нам не обидно слышать. Даже в самых ближайших окрестностях нашей звезды, среди звёзд, видимых на небе, то есть не уходя далеко, там, другие галактики, а просто посмотрели на своих соседей, совершенно нетрудно эти звёзды, происходящее солнце, но восток и жира, даже сильнее, чем солнце превосходит Землю. Скажем, в отношении Солнца к Земле это порядка 100, скажем, в отношении Антариуса к Солнцу это 400. Так, у Скорпиона, ну и, безусловно, там, Бетельгейсен. Тут, мне кажется, неправильный масштаб, как бы её размер плывёт. Сейчас он ещё больше, он порядка 2000 разницы в Солнце, последние данные переслышал. То есть, конечно, безусловно, в мире звёзд Солнце никак не впечатляет своими габаритами. Солнце производит огромное число света, ну, просто поражающее какое-то воображение, если сравнивать его с какими-то обычными земными мерками. Ну, в частности, один квадратный метр солнечной поверхности, можно представить его размеры, как это мало, производит порядка 60 мегаватт энергии. Ну, если просто поделить светимость на площадь, конечно, колоссальная цифра. Вот если посмотреть всё энергопотребление Земли, порядка 100 гигаватт, то оно приходит с площадью размером примерно 40 на 40 метров. То есть, конечно, в масштабах каких-то нашей обычной там деятельности, безусловно, потоки колоссальные. И даже если пересчитать их на орбиту Земли, поток пересчитан на орбиту Земли, называется Солнечной постоянной, то есть, ну, эта цифра большая, 1,4 киловатта, конечно, есть неправильно, это киловатта на квадратный метр. Ну, очень большая цифра, то есть, я так полагаю, это примерно потребление средней квартиры со всеми там бытовой техникой и светом и так далее. То есть, вот, это на 1 метр. То есть, в принципе, когда там рассуждают про будущий век энергетики солнечной, ну, есть в этом определённая фантазия, но есть и реальные основы. Конечно, когда мы живём в реальном мире, мы там получаем коэффициент северизации, там, день-ночь, наклон солнцем с горизонтом, дожди, облака, КПД батареи солнечных низкий, необходимости иметь аккумуляторы, чтобы сглаживать суточные перепады. Поэтому пока эта энергетика очень дорогая, но в целом, в целом, повторюсь, если брать чисто вот то, что мы имеем на входе, конечно, это колоссальные потоки. И, ну, в целом, не исключено, что через какое-то время там какие-то области Земли с высокой соляризацией, даже пустынной, там, тут там стоимость довольно высокая, благодаря вот их возможности размещения там каких-то солнечных приёмников излучения. Тем не менее, если пересчитать этот объём светимости Солнца на его объём, то цифры получаются совсем смешные. То есть, Солнце светит, вырабатывает примерно 0,2 Вт на кубический метр. Ну, или там на тонну, это примерно одно и то же. Ну, то есть, конечно же, безусловно, такие огромные суммарные потоки объясняются исключительно его колоссальной массой. Ну, и, в частности, когда говорят там про термоядерную энергетику, вот там современный синтез, и говорят там, давайте мы там просто зажжём искусственное Солнце. Надо понять, конечно, что искусственное Солнце будет светить чрезвычайно слабо, если мы просто повторим эту реакцию, поскольку она довольно малоэффективная. В частности, когда рассматривают термоядерный синтез, всё-таки какие-то реакции изучают специфические для Земли, там, специфические модели, какие-то лазерные мишени, там, топливо в виде шариков специальные. То есть, конечно, понятно, что конкретно данный процесс, который светит на Солнце, он, к сожалению, эффективен только на объектах чрезвычайно большой массы. Довольно широко обсуждаются влияния Солнца на климат. Не секрет, что земная история, она содержит огромное число примеров довольно сильных амплитудных изменений, там, ледниковые периоды, которые, понятно, не просто похолодания, это вот, это вырос ледяных шапок, там, до двух километров, скажем, на широтах Москвы. Вот, и какие-то периоды жаркого климата. Хочется их объяснить изменением светимости Солнца, тем не менее, всё-таки астрономические наблюдения этому неблагоприятствуют такому объяснению, поскольку, наблюдая звезды, близкие к Солнцу по типу, конечно, никаких-то перевод, перепадов температуры и каких-то там разных стадий светимости, мы не наблюдаем на них. Кроме того, в целом, такие изменения быстрые, по-видимому, невозможны по другим ещё соображениям. Дело в том, что практически на Солнце нет прямой связи между энергоыделением в его ядре и светимостью. Дело в том, что энергия выделяется всё-таки в ядре Солнца, а светит у него довольно тонкий поверхностный слой, глубиной порядка 300 километров, называемый фотосферой. И, ну вот, если брать эти аналогии жизни, это как вот светимость печки, например. В центре печки горит как бы огонь, огонь греет печку и уже от стен греется комната. И прямой связи как бы между огнём в печке и стенами как бы нету. Если огонь погасит, стены всё-таки продолжают там излучать и греть. И чем печка больше, тем как бы эта связь слабее. Солнце огромная печка, она имеет, нетрудно посчитать из тре-мебериала, тепловой энергии запас порядка на 10 миллионов лет. То есть, если она сейчас прекращает светить, и там просто в экспоненте, посчитав, как это тепло отдаётся, можно показать, что это солнце сейчас прям полностью гаснет в данный момент, вообще вот просто погасло совсем и не светит, то температура на Земле упадёт на 1 градус примерно через там 10-20 тысяч лет. То есть вот, а какие-то заметные светимости, там климатические на ещё больших периодах. Понятно, что какие-то в этом плане неполные выключения, какие-то изменения, даже если не есть какие-то изменения реакции в центре звезды, они всё равно как бы довольно сильно сглаживаются и, по-видимому, не могут происходить. Поэтому прямого влияния такого быть не может. Однако, возможно, может быть косвенное влияние через прониковые газы, что тоже широко обсуждается, поскольку прониковый эффект все понимают, что мы от Солнца получаем излучение в видимом диапазоне, а нагретая Земля излучает инфракрасное уже излучение. И, соответственно, есть некие газы, там, или тела, или там, объекты, которые прозрачны в оптическом диапазоне и непрозрачным инфракрасным. Ну, простой пример – это стекло, как историрует обычная теплица, оно пропускает видимый свет внутрь теплицы, а обратное инфракрасное излучение не выпускает, так как непрозрачным нём. В атмосфере Земли такую роль играют, как правило, трехатомные молекулы – это СО2, H2O, Озон. Которые, ну, роль которых очень существенна, то есть нетрудно посчитать, что без них, если просто посчитать прямо в лоб, до какой температуры должна литься Земля, то средняя температура Земли должна быть где-то минус 25 градусов Цельсия, тогда как реальная средняя температура, там, 10-15 градусов, и вот эти вот 40 градусов дополнительно дают именно прониковые газы, поэтому, возможно, какая-то тонкая регулировка климата происходит именно через них. В целом, безусловно, Солнце через утрифиолетовое излучение, жёсткие излучения, оно довольно эффективно способно разрушать, ионизовать молекулы, и, по-видимому, ну, не совсем, как бы, кажется абсурдной идеей, что какие-то состояния Солнца, какой-то повышенной активности, когда фамируются потоки каких-то повышенного излучения, о чём тоже мы ещё поговорим, способны влиять на концентрацию парниковых газов и запускать какие-то лавинообразные эффекты, там, меняющие климат. Ну, в целом, повторюсь, это неисчерпаемая тема совершенно, и, в общем-то, не имеет же прямого отношения к физике Солнца, хотя широко обсуждается. Так, ну вот, поскольку немножко мы говорили о светимости Солнца, обоэнергетике, давайте поговорим немножко о том, как это происходит, какие там проблематики есть, тем более, что во многом все эти проблематики не из физики Солнца, а потом переехали в физику звёзд, естественным образом. Более-менее разумная теория свечения Солнца появилась только в XIX веке, из которых можно отметить две. Ну, я опускаю всякие теории, там, горения угля, там, и так далее. Значит, первая теория Майера о падении вещества на Солнце, то есть Солнце непрерывно на него падает пыль, и оно гравитационную, как бы, вот эту энергию выделяет в виде свечения. Вторая теория совсем красивая, теория известная гравитационного сжатия Солнца, что Солнце, просто сжимаясь по своей тяжестью, отдаёт, как бы, высвобождающуюся гравитационную энергию в виде свечения. Нетрудно показать, что, ну, действительно, как бы, сжатие должно происходить со скоростью примерно 70 метров в год, это по диаметру, что глазам совершенно неразличимо, скажем, одна, там, угловая секунда для Солнца – это 700 километров, а 70 метров – это вообще ничто. И довольно долго светит, 20 миллионов лет, но, тем не менее, понятно, что-таки Земля существенно старше, и, к сожалению, при всей своей красоте теория эта не укладывается просто в реальный возраст Солнца. Реальная теория начала развиваться с 20 века, с открытия Резерфорда, по-моему, 904 год, когда он первым оценил энергию от нового ядра, показал её огромное значение, происходящее все возможные виды химической энергии, ну и Эдингтон примерно через 10-15 лет выдумал теорию горячих недр звёзд о том, что просто давление гравитационное внешних слоёв не может быть уравновешено внутренними слоями без предположения об их высокой температуре. И, соответственно, эти два факта, в общем-то, связались, стало понятно, что звёзды – это не просто какие-то шары, а это определённые ядерные котлы, которые непрерывно вырабатывают ядерную энергию в своём центре. Если немножко поговорить о физике процесса, то, понятно, при таком процессе работают два фактора. Первый фактор – при слиянии протонов, ядро состоит из протонов, они испытывают клоновское отталкивание, что препятствует, а на определённых расстояниях начинают испытывать ядерное притяжение. По этой причине возникает вот такого рода у нас кривая, широко известная, которая в частности говорит о том, что для атомов, для ядер большого размера у нас выгоден распад тех ядер. Для ядер большого размера нуклону выгоднее убежать наружу и выделить энергию, чем пройти внутрь. Для ядер малого размера, наоборот, энергетически выгоден захват кулонов, то есть превращение в частицы более тяжёлых, соответственно, первый вид энергии ядерных реакций широко применяется на Земле, это реакция распада, когда тяжёлые элементы неустойчивые, типа урана, они просто распадаются на более лёгкие ядра и выделяют энергию, которая, строго говоря, является кулоновской энергии, на самом деле они ядерные, а для ядер малых – малых типа водорода, гелия и так далее, энергетически выгодно слияние, превращение в более тяжёлые элементы, именно эти реакции, реакции синтеза, реакции термоядерного синтеза идут на Солнце и звёздах. Ну, вот такая кривая на бой понятия потенциального барьера, то есть частица, чтобы попасть в луку с захвата, должна всё-таки вначале преодолеть некое препятствие, которое для Солнца имеет размер порядка 200 киловитрон-вольт, что соответствует температурам около 2 миллиардов кельминов. Реальные температуры ядра существенно меньше, для Солнца это 15 миллионов, против 2 миллиардов, и, конечно, реакция идёт исключительно за счёт туннелирования. То есть при таких температурах, при температурах 15 миллионов, в целом энергии хватает, чтобы просочиться сквозь барьер, не преодолевая его как бы в лоб. То есть если бы это эффекта не было, безусловно, звёзды тоже бы зажигались, они зажигались бы на гораздо более поздних стадиях сжатия, когда там их температура разгревалась, то соответствующих значений, ну и, соответственно, конечно, были бы они существенно меньше по размеру, то есть размером как Земля. Но вот благодаря тому эффекту туннелирования звёзды загораются на гораздо более ранних стадиях сжатия и, соответственно, имеют текущие свои размеры. В целом, такого рода реакции идут в довольно узком температурном диапазоне. Нижняя граница, которая очевидна, то есть необходимо иметь температуру всё-таки достаточно высокую, чтобы преодолеть барьер, не вполне очевидно, откуда берётся верхняя граница. Почему, скажем, там, скажем, не знаю, там, при температуре 100 мм градусов от реакции не пойдёт, например. Ответ простой, потому что при этом случае ядро, преодолев наклон, точнее, преодолев потенциальный барьер, имеет очень высокую остаточную энергию и, скорее всего, просто улетит от второго наклона и не будет он захвачен. Точно так же, как там какие-то быстрые метеориты, они просто проносятся мимо Земли, а медленно падают на неё. Поэтому, повторюсь, все реакции идут в конкретных довольно узких диапазонах, при которых нижняя граница – это энергия преодолевания или туннелирования, а верхняя граница – энергия, при которой всё-таки ещё его остаточная энергия недостаточно велика, чтобы он улетел. Поэтому на разных типах звёзд идут разные типы реакций, и для звёзд типа Солнца и чуть-чуть более массивных идёт реакция под названием протон-протонный цикл, пожалуй, наиболее известный из астрономии. В детали я, безусловно, не буду вдаваться. Понятна суть реакции. Суть в том, что четыре протона на начальной стадии через какие-то промежуточные реакции сливаются в ядрогелия, в котором уже только два протона, а два нейтрона. При этом, так как масса протонов изначально больше, чем масса ядрогелия, то разница массы уделяются в виде энергии. И, в частности, часто говорят красивую фразу, что там Солнце ежесекундно теряет миллионы тонн в своей массе. Это, с одной стороны, верно, но при этом важно понимать, что число нуклонов на начальной стадии и число нуклонов на конечной стадии не меняется. То есть четыре было, четыре стало. То есть, в этом плане, сколько Солнца имело нуклонов в момент рождения, столько он нуклонов будет иметь, условно говоря, в момент своей смерти. То есть, вся вот эта энергия является исключительно комбинаторикой какой-то. То есть, освобождается энергия связи, которая, безусловно, тоже может массой быть оценена. Но если оценивать как массу по количеству, по счёту, то по счёту, безусловно, Солнце не теряет ничего. Оно всё и своё хранит при себе. Самой, безусловно, интересной и важной реакцией в этом цикле, как известно, является первая. Почему? Потому что, повторюсь, четыре протона превращаются в ядрогелия. То есть, при этом, каким-то образом, два протона должны превратиться в нейтроны. Нейтроны. Что, вообще говоря, нетривиально. Потому что, если мы посмотрим, как протон может превращаться в нейтрон, то вот такую реакцию запишем, ну, просто из соображения какой-то связанности заряда и электронного числа, мы получим, что у нас вообще протон должен распасться на нейтрон, позитрон и электронной нейтрино. Что нитриально, на самом деле, поскольку протон стабильная частица, а стабильная она потому, что это самый лёгкий из нуклонов. И он не распадается потому, что он просто не на кого распадаться. То есть, не может более лёгко распасться на более тяжёлое. В данном случае происходит именно это. Более лёгкий протон распадается на более тяжёлый нейтрон, да ещё с выделением каких-то ещё дополнительных масс и энергий. Реакция эта чрезвычайная. Ну, вот, повторюсь, по сути, это происходит так. То есть, два протона могут по взаимодействованию просто разлететься, а могут не разлететься, а один превращается в нейтрон и образовать гетерий. Реакция эта чрезвычайно редкая и объясняется только тем, что очень близко от другого протона, как бы, протон приобретает избыток энергии, какой-то энергии связи, которая краткосрочно увеличит его массу и в этот момент имея избыточную массу, он может случайным образом перейти в нейтрон. И реакция очень редкая, она, по сути, происходит для конкретного протона раз в 10 миллиардов лет. И именно вот этот вот возраст, редкость этой реакции раз в 10 миллиардов лет, он объясняет именно жизни звёзд типа Солнца. То есть, почему они столько живут? Потому что время, за которое в среднем каждый протон в эту реакцию вступит. Если бы эта реакция шла в 10 раз быстрее, звёзды жили бы в 10 раз меньше. В этой связи часто приводят такой пример, что теоретически два протона могли бы, могли бы слиться в ядро дипротон, просто протон с протоном в одно ядро. Единственная причина, почему они не сливаются, потому что кулоновские силы такого вымышленного ядра, они на 2% всего превосходят силу ядерного взаимодействия. И такое ядро, даже образовавшись, вот этих 2% всё-таки разлетается. Если бы этих 2% не было бы, тогда бы действительно протоны послевались в такое ядро, реакция шла бы почти мгновенно, она очень естественная. И безусловно, никаких бы звёзд, как мы их понимаем, безусловно, в принципе, не было в природе. Вот эти вот 2%, это из, опять же, серии антропоцентричности мира, а его приспособленности, эти 2% они во многом смысле запускают все вот эти сложные реакции образования звёзд и их свечения. Я выше говорил, что, вообще говоря, прямо выделение энергии в центре Солнца не связано с его свечением, и по видимому излучению, по току видимого излучения, мы как бы прямо проверить темп выделения энергии в центре Солнца не можем. А поскольку этого хочется, то вот, соответственно, очень важное в своё время, это примерно середина прошлого века, стала тематика солнечных нейтрино. Дело в том, что нейтрино, в отличие от фотона, который многократно по своей дороге наружу ловится, переизлучается, и даже там часто приводят такой пример, что фотон отдельно идёт миллион лет из центра Солнца, нейтрино, безусловно, из центра Солнца выходит мгновенно, мгновенно, за 8 минут достигают нас, и, конечно же, характеризует ядерный реакции прямо сейчас, какие они сейчас происходят. По этой проблематике, конечно же, вопрос поиска солнечных нейтрино, измерения их количества, он довольно в своё время приобрёл важную тематику, и, однако, наталкивался на, конечно, очень тяжёлые сложности, поскольку, безусловно, нейтрино частицы очень-очень высокопроникающие. человек, который первым тематику преодолел, стоит того, чтобы его упомянуть, это Дэвис Раймонд, американский учёный, который гораздо более поздно, уже в возрасте 90-х лет получил за эту Нобелевскую премию, который, во-первых, первым обнаружил солнечные нейтрино. Каким образом он их ловил, это как бы его способ, он, по сути, потом многократно воспроизводился, он полагал, что нейтрино, попав в нейтрон, способно, просто обратив реакцию распада протона, превратиться в протон и электрон. При этом, если этот нейтрон находится внутри атома, соответственно, её образуется в протон, то, очевидно, этот атом, он просто по таблице Менделеева перейдёт вверх на одну единицу, его заряд станет выше на один. То есть просто у нас, как бы, началась алхимия, возникают новые химические элементы. Далее, подобрав такие пары, при которых вот этот, как бы, атом, но ядро с таким нейтроном выглядит стабильным, а следующий, как бы, изоток является уже радиоактивным, распадается с какими-то характерными линиями, можно по распаду вот этих новых элементов по их характерным линиям регистрировать факты нейтрино-попадания вот такая, как бы, идея простая, но, конечно, требует сложнейшей реализации, создания огромных детекторов, которые создаются под горами, там, под довольно высокими, чтобы экранировать космические лучи, но в том, в 70-м году, вот, таким образом, первый человек, который поймал нейтрино от Солнца, доказал сам факт, что они, в принципе, есть, уже, как минимум, тоже прогресс. Первым экспериментом, который стоит упомянуть, который был, все-таки, достаточно такой вот системный по поиску нейтрино, это эксперимент Galix. Этой эксперимент проходил в Италии, под высочайшей горой Италии, Гранд Сассо. Значит, немножко по-другой там химии шло. Если Дэвис, он работал на хлоре, он брал хлор и при попадании нейтрино, возникал, как бы, элемент с такой уже суммарной массой, 37, но выше по таблице Менделеева, хлор, по-моему, имеет 17-й, номер аргон 18-й, то вот эти, вот эти альянсы, они немножко по другой реакции работали, они работали на галлии, то есть, брали галлии, 31-й элемент с суммарным весом 71, и обращали в Германию с таким же весом, безусловно, но уже 32. Ну, дальше там реально было какое-то химическое соединение с галлием, конечно. Вот, было около 100 тонн вот такого реагента, и вот такой объём, эксперимент шёл 6 лет, регистрировал примерно одно событие в сутки. Для того, чтобы накопить статистику более-менее значимую, потребовалось, конечно, огромный период, то есть, вот сколько здесь получается, 7 лет, 7 лет по 300 дней, но вот около 2000 нейтрин они поймали за 7 лет эксперимента. В целом, достаточно, чтобы уже по Пуассону понять какую-то погрешность более-менее разумную. И вот этот эксперимент системно показал, что нейтрино всё-таки имеет дефицит. Они реально ловятся, ловятся такие, какие надо, но в количестве 1 3 от ожидаемого потока. Это, в целом, не стало каким-то таким сюрпризом, поскольку это легло на довольно известную теорию, которая не имела подтверждения, теория осцилляции нейтрино. К тому времени полагалось, что, в целом, если нейтрино имеет массу, то оно, как известно, должно осциллировать, а именно, нейтрино не имеющей массы, оно всегда остаётся своего типа, электронным нейтрино. Нейтрино, имеющей массу, обязано время от времени превращаться в другие виды нейтрино, там, в мионные и в таолептонные. Всего есть 3 вида нейтрино. Соответственно, если ввести такое предположение, что нейтрино имеет массу и превращается по дороге к Земле или даже уже внутри Солнца в другие виды, то вот само отношение, что доходит только одна треть электронных нейтрино, она, в общем-то, разумная. Вопрос, однако, в том, что мы никак не можем поймать мионные нейтрино и поймать таонные нейтрино. Почему? Потому что, значит, как ловить электронные нейтрино? У нас, значит, при взаимодействии электронного нейтрино с нейтроном рожается электрон, частица малой массы. Если мы по такой же схеме попытаемся поймать мионные нейтрино, то просто по законам сохранения электронных чисел должен родиться мион. Мион, если электрон имеет массу полмэва, то мион имеет массу 105 мэв. И, безусловно, никакой в этой части уравнения никакой такой массы нет. То есть, Солнечная нейтрино энергия в 105 мэв, в принципе, не мить не могут. Поскольку, в целом, в этой реакции, по одной реакции протон протонного цикла рожается 27 мэв. Просто их нельзя себя накачать никаким образом, теоретически даже. А уж таонная нейтрино, когда таон там имеет массу больше одного гэва, в принципе, поймать невозможно. Поэтому возник вопрос о неких новых типах реакций, которые позволили бы ловить все типы нейтрино. Вот такой реакцией стала реакция распада диетерия. Дело в том, что нейтрино может не только взаимодействовать с нейтроном, но может и дробить ядро на отдельные элементы. Просто диссоциировать ядро на части. Соответственно, у нас вот возникла ситуация, значит, если мы берем некий дитерий, тяжелую воду с дитерием, то теоретически возможно распад данного дитерия на протон и нейтрон. При этом нейтрон, он после этого сразу же захватывается еще одним дитерием, образуя тритий. А тритий распадается, формируя некую характерную линию. По такой вот цепочке можно по линии третьей ловить нейтрино тяжелой водой. При этом, так как диссоциация, безусловно, неважно какой энергетика общая, она никак не зависит от типа нейтрино. Такая реакция, реакция распада дитерия должна быть чувствительна ко всем видам. Вот первый эксперимент такого рода был проведен в Канаде. Шел тоже довольно длительное время. Основывался на тысячи тонн тяжелой воды. Огромное количество, очень чистой воды. И он в первом мире, вот это первое в мире событие, экспериментально показавшее, во-первых, правильное число нейтрино от Солнца, и одновременно ставшее первым прямым свидетельством наличия нейтрино-массы и наличия его осцилляций. Но вот в частности сейчас, если говорить про современность, то вот самым сильным такого рода прибором является супер-камиоканда в Японии. Вот люди на лодке плывут, это тяжелая вода, соответственно, где 50 тысяч тонн тяжелой воды под горой японской. И, значит, ну они, во-первых, ловят солнечные нейтрино, во-вторых, у них много проблематик. Проблематику стабильности протона они изучают. Ну вот такой, конечно, колоссальный масштаб инструмент, который просто даже какой-то имеет фантастический вид, можно в фильме снимать фантастический. Ну и в целом проблематика нейтрино, она одна из тех проблематик, по которой сейчас вот как бы пытаются расшатывать стандартную теорию строения вещества. В частности, много сейчас обсуждается тематика стерильных нейтрино. Что нейтрино вообще на самом деле не три, а четыре вида. Помимо мионного, таонного и электронного нейтрино, есть еще нейтрино как бы нулевое, пустое, не имеющее электронного заряда, которое тоже участвует в исцеляциях. То есть в него тоже могут превращаться нейтрино. Однако, так как она стерильная, то она не взаимодействует вообще ни с чем, а взаимодействует только гравитационным с веществом. И в целом есть какие-то эксперименты прямо сейчас идущие, даже один идет в России на какой-то ядерной станции, но не помню детали, поскольку физик Солнца это не имеет отношения. В целом, конечно, во многом эта проблематика нейтрино, она, конечно, связана очень сильно с тематикой Солнца. Так, ну вот немножко давайте поговорим о внешнем виде Солнца с Земли, поскольку особенность как бы всей астрономии и Солнечной тоже, это то, что, конечно, основная часть истории астрономии это наблюдение Земли, поскольку космическая эра, ей всего-то 50 с чем-то лет или 60. Земля, как известно, атмосфера Земли пропускает, вообще говоря строго, только два диапазона. Это видимый свет, ну плюс-минус немножко края, там ультрафиолет и инфракрасное излучение, и радиоизлучение. Поэтому длительное время Солнце изучалось в исключительно видимом диапазоне, и в этом диапазоне, если мы говорим про него, то главной деталью, которую на Солнце можно увидеть, это являются солнечные пятна. Вот здесь показан пример пятен, это, сразу скажу, это очень большие пятна, чтобы понятно было. Для Солнца это исключительная ситуация, даже в первый момент, думаешь, не нарисованы ли они, потому что вот такого размера пятна на Солнце практически редко появляются, обычно их намного меньше. В целом, характерный размер пятен порядка одной угловой минуты на Солнце, это очень близко к разрешению глаза человека. По этой причине, за исключением самых крупных ситуаций, пятно глазом практически невозможно увидеть, хотя в истории, в китайских летописях такие упоминания есть, но в европейской истории все-таки их увидели только тогда, когда начала развиваться астрономическая оптика, и первым, кто это сделал, это были Галилеи и Штейнер. Это люди, ну Галилеи, безусловно, человек известный, не нуждаются представления. Штейнер, не известный человек, но они современники, работали в начале 17 века. Они не изобрели телескоп, чтобы понятно было, как многие думают. Дело в том, что зрительные трубы до этого существовали, однако применялись исключительно в морском деле. Они первые, кто адаптировали их под астрономическое наблюдение, и вот синхронно, есть споры, приоритеты, обнаружили на Солнце наличие пятен. При этом, в целом, поскольку в то время, начало 17 века, доминировала философия Аристотеля, который четко делил мир на идеальный надлунный и грешный подлунный, доминировало представление о том, что небесные тела не все должны быть исключительно идеальными, а все остальное делись, то, конечно, представление, что на идеальном Солнце есть какие-то пятна, она немножко не укладывается в эти представления, поэтому Галилей, насколько я знаю, он вообще-то не публиковал, он исключительно писал друзьям в переписке. Ну, чтобы понятно было, вот, по-моему, Жордана Бруно сожгли, задействовать до этого, чтобы опять же время характеризовать. А Штейнер публиковал, но под чужим именем, и поэтому потом долгий был спор о приоритетах, ну, Галилей, безусловно, сил своего авторитета, конечно, подавил Штейнера, считается во многом часто человеком открывшим солнечные пятна, но справедливости ради, конечно, это не совсем верно и не факт. Ну, значит, опять же, чтобы характеризовать в целом, конечно, Солнце, как правило, имеет пятна, чем не имеет, то есть по статистике вот у вас четырех случаев из пяти, если вы случайные снимки Солнца возьмете, на нем пятна будут, лишь в одном случае из пяти их не будет. Пятн на Солнце обычно не очень много, вот в современной истории рекордное число было сфиксировано, суммарная площадь в 2003 году, и это было полпроцента площади диска. То есть, по-видимому, больше одного процента вообще трудно вообразить на Солнце, и, видимо, на звезды солнечного типа. Хотя на звездах других типов, например, на звездах типа К, как я слышал, пятен может быть там 10%, а то и больше. Они могут занимать там площади их поверхности. Ну, не исключено, что на звездах типа М там ситуация еще хуже, но звезды типа Солнца имеют, как правило, такой вот внешний вид, это предел. С наблюдениями пятен связаны, пожалуй, наиболее значимое открытие, наиболее значимый факт, который известен о Солнце, это наличие солнечного цикла. Солнечный цикл был впервые обнаружен именно по изменению числа пятен на Солнце, и сделал это не астроном, точнее, не профессиональный астроном, а астроном-любитель. Такие ситуации бывают в истории неоднократно. Генрих Швабе, Самуэль Генрих Швабе, который был аптекарем. Аптекарем параллельно он выращивал всякие травы. Медицина была главным образом такая, основанная на растениях. И параллельно был увлечен астрономией и был увлечен поиском планеты вулкан. Он как бы разделял существовавшее время представление о наличии некой планеты на орбите еще ближе к Солнцу, чем Меркурий, которая просто тонет в лучах Солнца в принципе и не может быть наблюдена в боковой проекции. Однако можно наблюдать на момент прохождения ее по диску Солнца. И вот, соответственно, такого рода прохождения он пытался зарегистрировать ежедневными, постоянными систематическими наблюдениями Солнца. Так как в этой работе, безусловно, ему очень мешали пятна, которые там в плохом разрешении, которое тогда было, тоже видны как какие-то темные кружки. Он их аккуратно записывал, каталогизировал, в целом там маркировал, нумеровал. И вот такой деятельностью занимался довольно длительный период, вот с 26 по 43 год. Это 17 лет, это много. И планету вулканов он не нашел, однако обнаружил, что число 5 он меняется с хорошей периодичностью. Ну, ему выписало полторы синусоиды, так понимаю, исходя из современных представлений. Он это опубликовал, и это, может быть, даже осталось бы там незамеченным, и может даже потом было бы переоткрыто кем-то, как часто тоже бывает. Но эту статью обнаружил Рудольф Вольф. Рудольф Вольф был директором обсерватории в городе Берн, Швейцария. И он как бы увлекся эту статью и решил его проверить. Но, прежде чем проверять, он как бы сформулировал, как ученый, проблематику, что как считать пятна на солнце? Дело в том, что считать по количеству пятен не очень корректно. Например, во-первых, как бы у всех разные инструменты. Скажем, кто-то здесь видит, скажем, два пятна, разделенных там одной границей какой-то светлой, а кто-то видит одно пятно, а кто-то вообще может видеть здесь всего одно пятно, а не три. Как считать здесь идёт пятна? Трудная проблематика, то есть понятно, что зависит от инструмента, от условий наблюдения. То есть считать пятна в лоб некорректно. Он предложил другой способ, который дожил в наших дней и до сих пор применяется. Он предположил делить пятна на группы, считая, что вот если есть некая общая какая-то полутень, вот такая более светлая область, и в ней вот какие-то пятна отдельные, то это одна группа, вторая группа, третья группа, ну вот каким-то таким вот образом. И, соответственно, наличие групп на солнце придает коэффициент 10. То есть не важно, как пятна внутри группы дробятся там и так далее, главное, что группа есть или нет, это доминирует. Ну и добавляет к этому просто число пятен, которое он обнаружил. Ну, в частности, вот скажем, одно пятно, одно пятно, да, число Вольфа 11. Это одна группа с одним пятном. Два пятна в двух отдельных группах, и вот число Вольфа, соответственно, 22. Вот такое число он ввел, и по таким данным он, во-первых, пересчитал все свои данные, а во-вторых, он обнаружил, что некая обсуватория соседняя в городе Цюрих, тоже в Свейцарии, она, оказывается, пятна наблюдала с 1749 года. То есть это 43-й год, а это 1749, за 100 лет до этого. То есть у них есть 100-летний ряд наблюдений. Он попросил их пересчитать, это 100-летний ряд наблюдений, и, соответственно, вот таким образом, вот по тысяче, вот сколько они выстроили, они выстроили таким образом вот такое число синусоид до 1863 года, получается. 43-го. То есть такой ряд они выписали, получается. Вот этот ряд, который тогда был начат и выписан, называется каноническим рядом солнечных пятен. Здесь по Си, именно число Вольфа. И он продолжается в тех же числах Вольфа, продолжается до нашего времени. Соответственно, начало его отчитывается как раз от 1749 года, от года, когда началось наблюдение обсуватория в городе Цюрих. Ну, вот этот неполный цикл, условно говоря, имеет номер ноль. Вот этот цикл первый, второй, третий, четвертый и так далее. Мы сейчас живем в самом-самом конце, даже, возможно, закончился 24-го солнечного цикла. И сейчас, сейчас, в ближайшие какие-то месяцы, может быть, должно начаться 25-й солнечный цикл активности. Ну, если поделить просто весь этот период, то хорошо видно, что... Не хорошо видно, а если поделить, то можно получить, что период его 11 лет, соответственно. А что хорошо видно? Хорошо видно следующее, на самом деле, по ряду. Хорошо видно, что ряд этот очень нестабилен, на самом деле. Во-первых, сразу бросается в глаза, что он нестабилен по амплитуде. Безусловно, есть максимумы очень высокие, есть максимумы очень низкие. Даже некоторые из них называются провалами, так называемыми. Кроме того, если просто померить... Даже глазом видно, скажем, очень узкий пик, вот этот существенно шире. Даже глазом видно, что некоторые солнечные циклы существенно длиннее, чем другие. И то есть, конечно же, вот этот, если считать таким солнечным пульсом, он там довольно нестабильно бьет. И что может быть даже нагляднее, если привести вот в таком масштабе данные, в котором синие линии показаны именно данные Цюриха, а красными точками более ранние данные, которые еще бессистемные, но все-таки, как я говорил, наблюдают пятна, начали с моста века, и все-таки 150 лет какие-то данные были, которые так нанесены. Вот такая кривая наблюдения Солнца за 400 лет. По этой кривой выделяют как минимум три явления. Во-первых, выделяют так называемый минимум Дальтона, показывает, что был некий провал активности около 1800 года. Также современную эпоху называют современным максимумом, то есть в целом показывает, что мы сейчас живем в более-менее высокую солнечную активность. Ну или хорошо, жили в 20 веке. Сейчас еще вопрос на самом деле, куда она движется. Кроме того, выделяют довольно интересный период, называемый минимум Маундера. Он интересен чем? Он интересен тем, что вообще говоря, он приходится на эпоху некого бессистемного наблюдения, когда регулярных данных нет. И его происхождение и его имя Маундера связано с человеком конкретным, Эдвард, по-моему, Маундер, который как раз в свое время потратил довольно много времени на собирание архивов вот этих исторических за эти 150 лет. И, понятно, работают очень тяжелые. Это поездки по Европе, по разным псевоториям, сборка каких-то рисунков, слухов, сплетен и так далее. И каким-то образом восстановил этот ряд и показал, точнее, выделил гипотезу, что некий период, условно середина 17 века, по какое-то начало 18 века, на Солнце 5 не было почти совсем. Я сразу скажу, что эта история не очень позитивная, поскольку при его жизни это не было признано. Считалось, что он просто, ну, не то что поленился, но, понимаете, когда что-то ты не нашел, возникает вопрос, может, просто неаккуратно искал. Но, тем не менее, существуют способы современные, уже способы проверить его мнение и проверить вообще какие-то длительные тренды активности. Значит, это способы, основанные на радиоуглеродном анализе. Как способ этот работает? Работает он довольно просто. Известно реакции из самых общих соображений, что базовый изотоп азота, если у него впадает нейтрон, то теоретически этот нейтрон может сделать следующее. Он может выбить из ядра азота протон, а сам встать на его место. Это вполне обычная реакция. При этом масса суммарная элемента не меняется, на связи с 14, однако заряд его понижается на единицу, становится углеродом. При этом особенность этого углерода, что он радиоактивный. Это, пожалуй, самый известный радиоактивный углерод с периодом распада 5300 лет. По которому, вообще говоря, меряется весь радиоуглеродный анализ. Современный. В чем вопрос-то реакции? Вопрос, откуда берутся свободные нейтроны для этой реакции? Дело в том, что нейтрон-частица довольно интересная. Она стабильна исключительно внутри одного ядра, а в свободном состоянии является стабильной. В свободном состоянии она живет всего около 15 минут, после чего распадается на протон и другие осколки. Поэтому, понятно, если у нас нейтрон какой-то произномодействовал с азотом, то этот нейтрон должен был родиться не более 15 минут назад в среднем. И понятно, что в такой доступности от нас есть только один ядерный котел, производящий необходимое количество нейтронов, а нейтронов – это Солнце. Поэтому, безусловно, главное, чем моделируется данная реакция, она модулируется солнечной активностью. Дальше простая химия. Известно, что любые изотопы химически неотличимы от обычных атомов стандартных. Известный пример – это реакция разделения урана 235 на 238. Их нельзя никак разделить химически, в принципе. Их дробят исключительно центрифугами, по массе их разделяют. Так этот углерод химически неотличим от углерода обычного. Он также встраивается в молекулы, в какие-то связи и так далее, в цепочки деревьев, в живые организмы. На обычном только-только он радиоактивный, он может быть найден. Дальше просто можно брать какие-то срезы, примитивный срез секвой, 2000-летний. Посчитать по годовым кольцам этот углерод с поправкой на распад. Антарктический лёд. Много можно чего придумать, много людей чего делают. Промеряя этот углерод, понятно, что на миллион лет так не промеряешь, и даже на тысячи лет уже сложно. Но, тем не менее, некоторые данные таким образом получены. Во-первых, вот здесь данные приведены за последнюю тысячу лет по такому методу по углероду 14. Усреднённая солнечная активность. Ну вот хорошо видно, во-первых, что действительно прописывается минимум Мандера, он прописывается на очень хорошем низком уровне, то есть он действительно на уровне минимальном за последнюю тысячу лет. И действительно подтверждается, что сейчас мы живём в эпоху современного максимума. Ещё более далёкие, ну, конечно, совсем уже неуверенные ряды. Таким же способом можно протянуть примерно на десять тысяч лет назад. Ну вот какая-то эпоха. Опять же, во-первых, современный максимум хорошо виден там и так далее. Хотя, опять же, видно, что он не пиковое значение. Кроме того, по этой кривой можно выделить некие характерные моды. Понятно, что общий принцип такой, что видно даже из базового ряда, видно из базового ряда даже, что всё-таки 11 лет — это некая несущая частота, которая модулирует с какими-то огибающими. Даже из этого ряда мы живут в такой огибающей, называемый вековой цикл. 87 лет. Вот одна, вторая, третья. Ну вот из таких вот более длинных рядов можно выделить какие-то уже менее уверенно другие колебания. Ну вот выделяют моду 210 лет, таким образом 2300 лет. И, возможно, даже что-то близкое там от десяти тысячам лет можно выделить. Ну и даже можно вообразить какую-то ещё более гигантскую, куда-то уходящую. Ну, повторюсь, в целом, конечно, наша проблематика такая есть. Но вот, к сожалению, проникнуть там более далеко, в принципе, никак невозможно. И, скажем, сделать вывод, какой был солнечный цикл во время динозавров, то есть мы принципиально не имеем этих инструментов. Максимум, куда мы зондируем — это вот такие вот исторические периоды. Ну, совсем немножко о природе цикла, чтобы не утруждать вас. В целом, природа пятен, она хорошо известна. Это пятна формируются в области, где проникает через поверхность Солнца трубка сильных магнитных полей. А само пятно — это более холодная область, где температура падает, потому что магнитное поле подавляет конверцию. Но отсюда, в частности, можно сделать вывод, что звезды, которые не имеют внешне конвертированных зон, которых просто нечего подавлять, они пятен иметь не могут. Например, звезды-гиганты, где внешние зоны являются лучистыми. Поскольку пятна по такой теории, не теории, а по такому объяснению, образуются линиями поля магнитного, а магнитные поля, как правило, имеют там два полюса — северный и южный, то и пятна обычно образуются парами, которые можно каким-то образом помаркировать как южное и северное пятно. Если под таким углом уже современными данными, а поля на Солнце магнитные научились мерить более-менее качественно лишь где-то в 60-х годах прошлого века, если таким образом промаркировать солнечные пятна, то можно обнаружить некие особенности строения цикла и конфигурации пятен, которые позволяют немножко понять природу данного процесса. Во-первых, хорошо видно из наблюдений, что пятна формируются... Во-первых, что это пары, они ориентированы не абы как, а как правило, выстраиваются по широте. При этом, как правило, все пятна грубо расположены в каком-то диапазоне широт. Скажем, на полюсах пятна в принципе не могут встречаться и так далее. Кроме того, если пятна так расположены, и они условно вращаются вместе с Солнцем отсюда сюда, то это пятно можно назвать головным, а это условно ведомым. Вот головные пятна в парах, они все всегда одной и той же полярности. То есть все головные пятна будут иметь условно-северную полярность, а в другом полушарии, симметричный пояс, в нем пятна имеют обратную полярность. Все пятна имеют доминирующую южную полярность. Такие шаблоны. И вот такие шаблоны можно как бы, если считать, что это магнитное поле, во время поля вышло-вошло, вышло-вошло, вышло-вошло и так далее. Можно вообразить в себе некий гигантский поток магнитного поля, который идет под поверхностью, который идет, здесь прорвался и образовало пятно. Здесь идет под поверхностью, прорвался и образовало пятно. Дальше огибает так все Солнце. Можно вообразить наличие Солнца некого такого вот, так называемого, тороидального поля, которое именно так окутывает всё Солнце, огибает, и в местах прорыва этого тороидального поля образуется пара солнечных пятен. Такое представление, оно, по сути, чётко объясняет и диаметрию пятен, и совпадение полярности головных пятен и так далее. Вот если такую, как бы, уйти терминологию, то становится понятно, что, вообще говоря, солнечный цикл, это в первую очередь не цикл, как бы, появления, исчезновения пятен, а это цикл появления, исчезновения у Солнца тороидального магнитного поля. То есть можно предположить, что в некие годы, которые мы называем максимуми активности, когда максимально исчезновение пятен, на Солнце формируется, имеет максимум тороидальное поле, которое формирует наиболее сильные пятна, наиболее холодные, наиболее большие, а в минимумах это поле разрушается в ноль, и, по сути, пятна Солнца исчезают, и потом этот процесс запускается, как бы, повторяется шагом 11 лет. То есть вот этот процесс возникновения, исчезновения тороидального магнитного поля Солнца, он, как бы, описывается так называемой теорией солнечного динамо, которые не очень стройные, не очень цельные, но какие-то вещи позволяют объяснить. Как бы теория, она, во-первых, объясняет, каким образом такое поле усиливается. Поле усиливается, по мнению, по-современному. Вот таким механизмом оно усиливается дифференциальным вращением Солнца. То есть за счет того, что некие, как бы, области Солнца потоки вращаются быстрее, а какие-то медленнее, то возникают какие-то взаимные перекручивания, усиления линий поля, и по этой причине какие-то, условно, полоидальные поля, обычные дипольные, вертикальные, могут приобретать какие-то тороидальные компоненты. Значит, в отличие от ядра Земли, где какие-то похожие процессы идут, Солнце этот процесс идет не в ядре и не в лучистой зоне, идет исключительно в конвективной зоне. То есть по современным представлениям, лучистая зона Солнца и ядро, они вращаются твердотельно, как твердое тело, а вот конвективный слой, который над ними расположен, вращается дифференциально. При этом на некоторых широтах, на верхних широтах, внешние слои обгоняют, как бы, лучистую зону, то есть опережают ее, то есть наоборот, наоборот, отстают, поскольку они медленнее. А у экватора, где вращение быстрее, наоборот, они опережают, опережают, опережают лучистую зону. По этой причине, если мы вообразим некие потоки, какие-то вещества магнитные, которые проходят через Солнце, и вот на этом градиенте скоростей начинают усиливаться, то можно вообразить себе некие процессы, когда у нас какие-то поля магнитные начали формируются на высоких широтах, где, как бы, одно отношение скоростей между твердотельным, лучистой зоной и внешними слоями, которые закручивают линии. Потом, если эти поля перемещаются, как бы, ближе к экватору, то они падают в область, где обратный шаблон вращения, где уже внешние слои опережают ядро, и там начинают уже раскручивать в обратное направление. То есть теоретически можно построить какие-то такие вот модели каких-то движений, масс движений полей, когда поля дрейфуют из области закручивания в области раскручивания каким-то периодом 11 лет, и таким вот образом вот этот механизм, он таким образом регулируется. Чтобы этот процесс пошел, вводят два понятия фундаментальных на Солнце, которые как бы постулируются в некотором смысле. Во-первых, вводят некое, так называемое, меридиональное течение. То есть, как я говорю, чтобы этот процесс шел, они раскручивались и закручивались, поля должны перемещаться. То есть, считается, на Солнце есть некое меридиональное течение, которое с шагом 11 лет, и так вот крутится, и таскает поля там то туда, то сюда, то туда, то сюда, закручивая и раскручивая их. И второе, что вводят так называемую переполюсовку. Считается, что вот это глобальное поле, дипольное, которое является как бы источником для закручивания, оно раз в 11 лет должно менять свое направление с таким же периодом 11 лет. Так называемый альфа-эффект. То есть, у Солнца как бы северный полюс, он меняется на южный полюс, магнитные полюса. Вот здесь северный, здесь южный. Так и шагом 11 лет. Эта синхронизация двух процессов, вот этого меридионального течения переполюсовки, она в целом позволяет выставить какую-то более мини-цельную картину эволюции поля. Однако, в целом, повторюсь, во многом эти механизмы вводятся искусственно, и какой-то вот встроенной теории, которая вот просто брала бы, опять же, базовые параметры о Солнце, и было бы цифру 11 лет, из них ее нет. То есть, как бы, условно, мы знаем все про цикл, но не знаем, почему 11 лет, почему он там меняется и так далее. Ну вот, тем не менее, вот где-то вокруг этого, там, в целом, по общим признакам, очень похоже, что теория более-менее все-таки правильная, но какие-то детали, где все еще не хватает. Да, но опять же, поскольку это все, соответственно, связано с дифференциальным вращением, которое, в свою очередь, связано с наличием турбулентных зон, то, опять же, все эти процессы, они вот характерны для звезд с внешними турбулентными слоями, то есть, для звезд солнечного типа, то есть, не все типы звезд могут иметь пятна, не все типы звезд могут иметь цикл, для этого, опять же, необходимо иметь внешнюю конъюнктивную зону, которая имеет Солнце. Так, ну, во время солнечного затмения, которое является уникальным событием, все-таки совпадение размеров Луны и Солнца, конечно, большая удача, удается наблюдать Земли и другие слои Солнца, не только поверхность с пятнами. Как минимум, глазом видно, это было видно еще в XIX веке, до появления космической эпохи, видно, что помимо оптической поверхности у Солнца еще два слоя, как минимум, один из которых окрашенный красный цвет, такой не очень ровный, назвали хромосферой, хром, потому что он цветная, и второй слой корона. Хромосфера – это, ну, соответственно, второй по численности слой атмосферы, нижний называется фотосфера, а слой этот довольно тонкий, с очень низкой светимостью, порядка полпроцента от общего излучения. Тем не менее, когда он у нас закрыт, он всегда присутствует, но обычно подавляется светом Солнца, но если этот свет закрыт Луной с хорошей точностью, тут эти полпроцента становятся видны. Хромосфера слой очень тонкий, прозрачный и формирует эмиссионные линии излучения в оптическом диапазоне, соответственно, все эти линии цветные, из которых самая сильно доминирующая линия водорода H-α, имеющая красный цвет, и она именно окрашивает в красный цвет. Почему H? Почему там не Лайман? Потому что серия Лаймана полностью лежит в ультрафиолетовом диапазоне, который поглощает атмосферы Земли. Ее Земли вообще нельзя увидеть, а вот Баймерская серия лежит в оптике, и, соответственно, первая же линия этой серии она окрашивает хромосферу вот такой цвет. Кроме того, широко известны линии натрия, D1, D2, желтого цвета, рядом с которыми находится еще линия D3, не принадлежащая натрию, но интересная тем, что по ней был открыт гелий, который первоначально был открыт именно в хромосфере Солнца, и потому и получил такое название, или спустя там десятилетия был открыт в лаборатории на Земле. И еще очень известны линии фиолетовые, линии кальция, АШК, которые, в частности, довольно широко используются для изучения звездных хромосфер. Вот это да. Ну, я пока заряжается. А, запустилась. Так, ну, значит, и второй слой, который виден, это так называемая солнечная корона. Ну, вот, корона Солнца, она, как бы, это внешние слои, очень слабо светящиеся. В целом, как бы, часто приходится сталкиваться с заблуждением, что корона Солнца видна Земле. Потому что, многие люди, когда смотрят на Солнце, так или иначе, там, прищурившись, либо через что-то, им кажется, будто вокруг Солнца, просто очевидно, виден какой-то ореол, какая-то корона. Безусловно, к реальной короне Солнца это не имеет никакого отношения. Это исключительно свет рассеянной атмосферы из Земли, свет от солнечной поверхности, который просто идет, как бы, вбок, а потом возвращается в глаз человека за счет, там, какого-то рассеивания. То есть, реальная корона имеет чрезвычайно низкую светимость. Светимость – это порядка одна миллионная. И, безусловно, вот как раз вот это вот рассеяние цвета вокруг Солнца, оно полностью препятствует ее наблюдению. Поскольку это одна миллионная, она полностью тонет вот в этом вот фиктивном свете. Единственный способ наблюдать корону Солнца с Земли – это, повторюсь, уникальное событие затмения Солнца, когда перекрывается внешний, внешний, как бы, задвижный свет Солнца, атмосфера перестает подсвечиваться полностью, ну, или в значительной степени. И на фоне этого темного космического неба мы наблюдаем вот эту самую солнечную корону. Корона не имеет своего свечения, в принципе, это облако электронов, которые не светятся. А светится она, как вот ее просто подсвечивает фонариком Солнца. Это исключительно рассеянный свет от Солнца, рассеянные и направленные наши глаза. Обычно томсенское рассеяние, но, в честности, по этой причине этот свет довольно сильно поляризован. Корона имеет ничтожные плотности. Даже самые плотные слои, самые нижние, имеют плотность 10-9, это, ну, на 10 порядков меньше, чем плотность воздуха в этой комнате. При удалении она барометрически падает. И вот здесь, скажем, здесь она примерно уже, там, где-то 10-7-10-6. Ну, и чтобы понять степень разреженности, можно сказать, что масса всей короны, это гигантская, как бы, гигантская, на самом деле, гигантская система, простирающаяся миллионы километров, масса всей короны Солнца, она на порядке причины меньше, чем масса атмосферы Земли. Примерно раз в 100. То есть вот. При том, что вся эта вот масса размазана по такой гигантской, гигантскому объёму. Вот. Ну, значит, повторюсь, есть корона непрерывная, которая формируется рассеянным светом. Кроме того, при хороших условиях наблюдаются ещё и такие протяжённые лучи от этой короны, такие длинные, называемые, так называемой, F-короной, которая имеет иное происхождение. Это тоже подсветка, но подсветка не электронов, а подсветка полевой линзы плоскости эклиптики. Но иногда это называют зодиакальным светом. Вот. Гораздо более интересна другая часть короны, так называемая L-корона, а именно наличие в короне оптических линий, подобных хромосферным линиям. Таких линий очень мало, их порядка 20. Они были открыты примерно тогда же, когда я хромосферная линия, однако, в отличие от хромосферных линий, они не были оточувствлены ни с каким элементом. Точнее, им был приписан элемент под названием короний, как известно. То есть было два элемента, которые открыты были на Солнце, не имеющие земных, это гелий и короний. При этом, чтобы понятна была степень как бы их внедренности в сознание, варианты таблицы Менделеевой, первые, они содержали короний, и гелий и короний, потому что считалось, что они просто есть, только не открыты пока на Земле. Вот гелий открыли, а короний открыли, как бы тоже, в кавычках, но существенно позже. В середине 20 века его открыли в излучении новых звезд. То есть, безусловно, очень горячих объектов обнаружили точно такие же линии, ну и стало понятно, что, в общем-то говоря, это линии каких-то обычных элементов, но соответствующие очень высоким степеням аммонизации, высоким. Ну и после такого, в общем-то, отчисление их произошло довольно быстро. Сейчас есть две самых известных линии, вот красно-зеленая, они были осуществлены как запрещенные линии 10-го и 14-го ионов железа. Линии, повторюсь, запрещенные, конкретно это магнито-дипольные переходы, переходы, которые происходят не накрестом, П, Л, Л, П, а переходят прямо, типа П, П. Значит, для них, как известно, уже два условия. Первое условие, чтобы не было перехода нормального вниз, и второе условие, низкие плотности, чтобы электрон не был заброшен как-нибудь выше, и свалился обычным путем. значит, ну, второе условие выполняется очевидно, короносолнце очень разреженное, сгрупновения ничтожны. Что касается первого условия, то все вот эти вот переходы соответствуют расщеплению основного уровня. То есть это самый нижний уровень там в системе термов, и поэтому просто ему некуда сваливаться, подним никаких уровней нет. Вот. Ну и поскольку это расщепление, то это очень малая энергия, и по этой причине они светят именно в области. в оптике. Тогда как нормальные линии, в нормальной системе термов этих элементов, они светят в ультрафиолетовом диапазоне, или даже там каких-то мягких рентгеновских, которые из Земли не наблюдаются. Наличие таких линий, в частности, позволило развить довольно модную тему, одно время модную, это внезатменные коронографы, а именно попытки наблюдать корону вне затмений, закрывая диск Солнца какой-то искусственной луной. При этом понятно, что наблюдать ту же самую как корону, вот эту, невозможен к использованию в принципе. Потому что даже если вы там, условно, какой-то луной закроете вот этот виртуальный диск Солнца, вы никуда не уйдете от рассеянного света. Он все равно как корона задавит. Единственный способ ее наблюдения – это затмение. Однако вот как раз L-корона, оптические линии, ну, понятно, линия, как известно, всегда доминирует над фоном, и можно на каких-то расстояниях найти области, где эта линия доминирует над рассеянным светом Солнца, и таким образом построить изображение в ней, но, в частности, таким образом строится изображение вот в красной линии. Вот так вот оно выглядит. Ну, повторюсь, я немножко несерьезно к этому отношусь, потому что, конечно же, безусловно, такого рода наблюдения уступают просто на порядке величины современным космическим наблюдением, когда у нас нет никакого там света неба, и мы вообще не должны с ним бороться, а прямо смотрим Солнце в свое удовольствие. Вот, например, как вот мы Солнце видим с Земли, как иронограф, и вот мы видим его, скажем, в космический телескоп в каком-то дальнем ультрафиолетном диапазоне короны Солнца. При этом это сжатое изображение, вот, скажем, в полном разрешении, вот этот фрагмент, например, вот этот фрагмент, скажем, мы выглядим с такой вот точностью. Из такой детализации мы, безусловно, наблюдаем вот весь этот Солнечный диск. То есть, когда я говорил, что современная физика Солнца, вот как раз, она вот, ее особенность – это огромное число данных с огромной детализацией, которая, с одной стороны, там убивает фантазию, с другой стороны, как бы, расширяет возможности. Вот это вот хороший пример, конечно, современных возможностей исследования. При этом это лишь один из диапазонов, вот таких изображений идет, ну, действительно, там десятки в разных длинных волнах. Ну, в этом смысле, конечно же, ну, на мой взгляд, наземная астрономия, она вот, я не знаю, звездную тематику, но в Солнечной, конечно, она довольно сильно теряет позиции, вот, на фоне таких вот возможностей. Значит, ну, давайте поговорим, значит, и последний раздел, который я хотел осветить, это о том, что представляет собой корона Солнца на больших расстояниях, потому что, ну, все-таки, мы видим во время затмений все-таки небольшую область, да, там, какими-то методами, там, популяризации, там, чувствительными элементами, мы там ее протягиваем до каких-то расстояний, там, порядка, там, двадцати радиусов Солнца, скажем, методами зондирования, просвечиванием ее внешними источниками, например, рыбовидной туманностью, которая очень близка к эклиптике, можно следы короны уловить на расстоянии до 100 солнечных радиусов, то есть это почти расстояние до Земли, то есть понятно, что все это показывает, что корона Солнца, в общем-то, она не ограничивается такой вот небольшим размером, а это очень-очень-очень протяженный объект, конечно, хочется в этом смысле понять, что она из себя представляет на таких расстояниях, тем более, что понятно, что, ну, к сожалению, она практически уже не светит на таких расстояниях, и во многом, конечно же, там представление, эти базируются в таких-то теоретических представлениях, которые потом каким-то образом пытаются уже сравнить с какими-то очень слабыми данными наблюдений. Так, ну, соответственно, вот пример космического телескопа просто показывает действительно вот как корона смотрится, первые модели атмосферы Солнца и короны, они исторически были статическими моделями, ну, то есть, предполагалось, что хотя газ стремится неограниченно, любой газ стремится неограниченно расшириться, это главное свойство газа, занятие есть предоставленный ему объем, что это распрямление, оно полностью равновешивает силу гравитации Солнца, и таким образом Солнце имеет некую статичную атмосферу. Это вполне разумное предположение, в частности, именно так вот устроена атмосфера Земли, то есть, атмосфера Земли, она является стационарной, стабильной. Поэтому первые модели атмосферы, они были стабильными, и, в общем-то, довольно крепко существовали, вошли в учебники и преподавались, и это модели просто какие-то гидродинамические соображения, предсказывающие, как меняется плотность, температура и так далее, короны на больших расстояниях. У них было две проблемы, которые так немножко заметали под ковер. Во-первых, они плохо сшивались, надо прямо говорить, вообще не сшивались с межжвездной средой, то есть на тех расстояниях, где они должны были сшиться с межжвездной средой, там получалась ступенька на порядке величины, и возникал вопрос, что с ней делать. А вторая проблематика, то, что все-таки Солнце, оно отлично от Земли, тем, что оно выделяет энергию. И, безусловно, вот этот фактор, то, что эта атмосфера не просто существует стабильно, она существует в условиях постоянного выделения энергии довольно существенного, он как-то должен был быть учтен и учитывался, в общем-то, слабо, плохо. Попытки его учесть, они эту модель сразу расшатывали и разваливали. Поэтому, в общем-то, неудивительно, что разные варианты рассматривались, и вот правильным самым радикальным соображением это оказалась модель Паркера, который предположил, что чем бороться с всеми этими вещами, давайте предположим, что бороться не надо, а позволим атмосферу Солнца расширяться непрерывно. То есть, добавим к этому элементу объема, условно говоря, который имеет две силы, сила гравитации, сила давления, добавим третью силу, там, рога-квадрат, что он еще куда-то летит, имеет энергию, и такую модель построим. И вот такую модель он построил, получил какие-то аналитические решения, и, что замечательно, из них выбрал правильное решение, потому что там, в частности, возникают решения как бы естественные человеческие, когда скорость увеличивается, а потом на границе падает в ноль. Я бы выбрал такое, например. Он же выбрал решение сверхзвуковое, когда скорость растет неограниченно, переходит скорость звука, достигает каких-то огромных величин на границе солнечной системы. Назвал это решение солнечным ветром, соответственно. И вот эта модель в качестве обоснования, почему он такое решение выбрал, он привел хвосты комет. Насколько я помню, дело в том, что в кометах, как известно, появятся два хвоста. Один хвост такой немножко изогнутый, это полевой хвост, который формируется давлением света, соответственно. При этом он изогнутый, поскольку все-таки там есть некий баланс скорости, давления. А вот есть хвост, такой вот, условно говоря, другого цвета, который прямой. Видно, что он формируется другой силой, и силой, условно говоря, существенно более сильной. то есть поскольку тут даже нет никакого какого-то баллистического наклона. Как раз вот выбор решения был связан с тем, что вот решение сверхзвуковое с очень высокими скоростями, оно единственное сходилось с этими наблюдениями, что только очень высокие потоки скоростей ветра, они способны были вот таким образом раздуть хвосты кометы. Но вот опять же широко известная история, которой может быть легенда, может нет, что статья эта была крайне плохо принята и была отвергнута двумя рецидентами и опубликована была только силовым решением Чандер Сикара, который тогда был редактором астрономического журнала. Но, тем не менее, повторюсь, Паркер оказался прав, причем подтвердилось это буквально там через пару лет, когда какие-то станции, лунные станции, которые на траектории движения к Луне, они там параллельно что-то померили в международной среде, они показали реально наличие таких вот течений. То есть таким образом сформировались современные представления о том, что атмосфера Солнца, она, атмосфера Солнца представляет собой непрерывное истечение вещества наружу с очень высокими скоростями, там сотни, а потом уже тысячи кинпс, в секунду, и в таких же режимах существует соответственно атмосфера звезд солнечного типа, то тут умеют похожую физику. Реальная, конечно же, реальная физика внешней коронной несколько сложнее. Дело в том, что Паркер исходил из представления, что коронный Солнц является как бы симметричной, как теоретик. Реальная корона конечно Солнца имеет какие-то активные области, центре какие-то, имеют какие-то линии, скажем, закрытые линии полимагнитного, где вещество легко уходит, то есть, наоборот, плохо уходит, имеет линия области с открытым полимагнитным, где как по рельсам вещество уходит проще. Поэтому реально всегда есть некое распределение скоростей, есть области высокого ветра, солнечного, низкого солнечного ветра, что, вообще говоря, довольно ну кому-то смысле не описывается теории паркера поэтому в лоб и начать прямо не используется но тем не менее вот как бы само представление но верное хотя конечно сейчас безусловно работают существенно более серьезные гидродинамические модели учитывающие реальные вот сложную структуру солнечной атмосферы но честно одним из следствий такой сложной структуры является то что высокий ветер солнечный поскольку солнце вращается и слона поворачивается к нам все время там то одни боком то другим то активной областью то там спокойно областью то соответственно и солнечный ветер который приходит в земле и оказать давление на магнитопаузу на переднюю часть атмосферы магнатферы земли соответственно тоже то повышает понижает свое кинематическое давление и таким образом это бы граница она никогда не будет стабильно то есть он все время выдает на нее там снимает давление постоянно ее раскачивает ну и дальше вот это как бы раскачивание они как по струнам по линиям там бегут куда-то в земле там формируют так называемый там это геомагнитные возмущения магнитная буря которые на пресс могут измерен даже вот там прямо на на столе даже были измерены еще там 19 веке однако тогда связывались с каким-то процессами в центре земли соответственно но вот в частности вот если посмотреть кто-то график вот я магнитной активности например за последние числа февраля начало марта это время это некий геомагнитный индекс характеризующий по расколебания мать на поле земли то как правило этот модуляция модуляцию это вот колебаний которые регистрируются на земле она как правило очень точно описывается модуляции скорости солнечного ветра или там мороженого не магнитного поля описывается модуляции параметру солнечного ветра на магнитопаузе вот при этом это не единственный процесс давление на магнитопаузу еще более сильное давление оказывают вспышки на солнце которые приводят к ускорению каких-то больших объемов плотных вещества до скоростей превышающей скорость ветра то что ветер там еще имеет скорость сам имеет скорости высокие на орбите земли 400 км в секунду вот от солнца после вспышек могут приходить какие-то области плазмы более плотные со скоростями там тысячи даже там две тысячи км в секунду которые конечно наносит некое ударное воздействие на эту точку приводя к ее там довольно серьезному выходу там из равновесия ну так называемым магнитным бурям например скажем вот это вот одна из самых последних сильных будет магнитных которые наблюдалось в прошлом цикле сейчас мы находимся в минимуме цикла вот два года назад еще солнце было более-менее такое активное вот сентябре прошлого года 17 года вот такое событие наблюдалось это именно приход 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 плазмы от вспышки а сама вспышка была за два дня до этого и тоже была там помню сильнее что за 10 лет то есть тоже прямая связь солнечной активности с событиями земле но и в общем то это тоже довольно такая необъятная тематика которая широко развивается как пример вот еще одного явления широко связанного с 40 известно связанного с солнечной активностью это полярное сияние которые хотя наблюдается на земле имеет безусловно полностью космическую природу это частица от солнца заряжения которые проникают магнитным линиям в высокие широты достигают атмосферы тормозятся в ней возбуждают атомы атмосферы обычный кислород который светит в красной зеленой линии вот формирует такого рода с полохи ну тоже элемент так называемый космической погоды то в целом это направление связь солнца с землей она сейчас востребована я по-другому сформулировал то сейчас практически не удается какой-то подать скажем какое-то исследование серьезное без вопроса там что вы дадите там типа для там вот космическая погода но поэтому к сожалению или к счастью приходится вот эти меж 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 дисциплинарной связи тоже изучать и целом это сильное развивающееся направление проводить конференции вот повторюсь принципиально сложно что-то очень меж дисциплинарные приходится ходить какие-то проблематики не очень близкие теперь изначально тоже физику земной магитосферы там в те же там радиационные пояса но вот это к сожалению особенность современного времени ну и совсем завершение там время для вопросов остались вдруг будут это вопрос о том где же кончается солнечный ветер и кончается солнечная корона строго говоря в модели когда у вас атмосферы представляет собой движущийся поток вещества очевидно закончается танки и поток останавливается то есть границы солнечной системы это линия поверхность . в которой скорость солнечный ветер обращается в ноль почему в ноль потому что в какой-то момент все таки плотность этого ветра настолько ослабевает корона изначально очень разрежена среда можно выобразить его плотностью на таких гигантских состояниях ничтожные что даже несмотря на огромные скорости все-таки сопротивление ее о звездную среду становится очень важным и она просто тормозится останавливать своими звездную среду главный механизм место на остановке а при этом на самом деле две границы дело в том что так как эта штука сверхзвуковая солнечный ветер и а здесь обращается в ноль в какой-то момент ее скорость снова становится дозвуковой поэтому выделяет как минимум некую внутреннюю границу называемую некой гиросферной ударной волной которые на которые происходят изменения скорости от сверхзвука к звуку и соответственно внешнюю границу от гелиопаузы я же ветер обращается в ноль опять же огромные конечно достижения в исследовании этого всего принадлежат нас а которая поставила ряд экспериментов просто ну не знаю который относится к область научного подвига это станции межпланетные запущенные еще 70-х годах то есть которые вот только в 21 веке они достигли эти границы и прям подтвердили их наличие конечно посолить нам этот научный подвиг когда многие люди делали все это принципе мы не могли воспользоваться плодами своего труда вот известные станции станции пионер с которыми связь была потеряна к сожалению еще там 90-е годы одно помню еще раньше но вот более успешно казались танцы и вот же вот джор 2 запущенные семьдесят седьмом году которые все еще живы которые живы передают данные и в частности вот voyager 1 это первый зонт который который вышел и сейчас вышел за пределы гелиосферы и сейчас находится между на среде то есть это ну процесс это безусловно был длительным то есть это же не такая точка там что шаг сделал уже в космосе находишься безусловно это некая там область там проникающие друг друга поэтому первые некие сообщения о том что он попал какую-то область сильно другими параметрами среды они появились годы за три до этого то есть целом к этому готовились но вот в тринадцатом году нас официально объявила официально что в данный момент мы официально берем что выжим находится в межвездной среде то есть это вот конечно очень впечатляющий факт когда нечто держал в руках лежала на столе сейчас находится такой бесконечной дали вот нас от всех и возможно если вообразить какие-то там далекое будущее когда люди там освоит не знаю другие миры там и так далее возможно это вот скажет потом первый шаг там маленького человека который там стал началом большого пути там всего человечества спасибо у меня вопрос по поводу и каста реконструкции истории солнечной активности на основе радиополётного анализа чтобы метро он свободный вылечивший солнце для тела земли не разбавшись нужно в этой скорости минимуму примерно 56 при этом основе облака плазма который опускает солнечными вспышками прилетается характерно время двое-трое сутки движется с красями не сильно больше 2 космической операции солнца против скоростях получается 300 раз то есть такие частицы должны находиться в крайне малом количестве в самом хвосте максовского распределения неужели энергетики солнечных вспышек хватает чтобы последствия взаимодействия земным азотом таких активистов нейтронов прослеживались на протяжении сотен тысяч вопрос правильный я это так понимаю я понимаю что все-таки природа этих нейтронов немножко другая дело в том что во время вспышек на солнце там помимо каких-то обычных процессов происходит просто прямо ядерные реакции какие-то в этих ядерных реакциях подняться нейтрона при этом когда искать цепочка реакции нейтрон просто может приобрести какую-то очень огромную кинетическую энергию просто вот вот из особенности это реакция она может быть ему передано там условно какими-то вот там энергии почерпать из какой-то массы там масса частиц которые изначально были поэтому скорее всего это частицы которые именно не связаны с плотами плазма а это именно частицы которые тоже связаны со вспышками но формируются вот таким вот способом изначально имеешь реликтивистские скорости и по этой причине вот достигаются земли безусловно частицы которые движутся вместе с плазмой вот-вот с такими скоростями они конечно не имеют шанса дожить до взаимодействия с именно атмосферой эти вопросы есть или нет у меня был вопрос в виде ну я так скажу характерная энергия там активного солнечного процесса большой вспышки так далее это энергия 1033 r это огромная энергия изначально быть подчеркнута из какой-то вот внешней активности падение тела какого-то она не может быть не такой массы такой энергетики однако возможно случаи очень редкие я не разобрать такой агентная случай когда к этой энергии с которым была накоплена не хватало как-то триггера там что . чтобы она там процесс пышки пошел и так далее вот я знаю один случай когда падение кометы статья прямо там связали вот падение комет на солнце прямо наблюдается сразу говорим такие факты есть неоднократные я знаю одно событие когда . не покупала комета она просто попала прямо в активную область солнечную и запустила там соответственно процесс вспышки повторюсь вот эта энергия была не подчеркнута из комета она была подчеркнута из энергии активной области а комета сработалась как триггер солнечной активности вот там вопрос такой параметры солнечного ветра влияют на натосферы земли и почему бывает сложно так сказать активность их взаимодействия то есть условно говоря вчера сложная была прогнозировалась больше два а пришла даже полна и ничего не случилось и не случилось на женой например сейчас помню 8 квартал 2015 когда была самая мощная буря цифра она вообще не предсказывает как он есть как бы общая неопределенность и конкретная общее в том что мы наблюдаем процессы условно говоря первая причина события на солнце мы наблюдаем как это выброс вещества по мере его скорости например да но потом мы теряем это вещество из видов сказать на пару дней условно говоря она движется к нам пару дней и потом так ловим его уже здесь в этом смысле мы вот как бы движение его не наблюдаем только моделируем прогнозируем поэтому конечно а плен нет определенными неопределенность заложено в этом то что мы вот именно вот не видим события два дня и поэтому есть неопределенность есть однако конкретный фактор которые наиболее сильно влияет этот фактор это направление магнитного поля в солнечном выбросе я пояснил представьте себе монитофер земли да это некий от линии спортивным направлением представьте что пришел облако плазмы со своим полем если это поле имеет такое же направление вот это поле земли это поле в мороженое выброс плазма то они просто будут сдавливать друг друга как бы вот но не проникать друг друга если что-то поле нет обратное направление соответственно то это внешнее поле выброса она как бы начнет по геометрическим соображениям просто ну пересоединяться пожирать поле земли понимаете да вот так вот да 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 совершенно вот именно вот эта компонента за компонента совершенно верно по этому поле и направление она очень важно для силы буря потому что она либо ну повторюсь просто иная физика начинается сожалению она крайне плохо предсказывается крайне плохо наблюдается даже в моделях обычно она там закладывается как случайно величина вот и часто вот именно вот ситуации когда прогноз филе разошелся с результатом чаще все объясняется именно тем что c компонента вот пришла совсем не такая какая ожидалась вот обычно нет ничего не происходит да все спасибо